Эта декларация, она сдается, да, в 2024 году, но готовиться к ней нужно уже сейчас. Официально государство не будет спрашивать происхождение этих активов. У нас госслужащие такие чистые, белые, пушистые, и у них все официально уже очень давно, да? Все, что выше этой суммы, вам необходимо положить в банк. Наш любимый Каспий, на который постоянно всем капают деньги. Банки будут отчеты сдавать за вас. Каждую овцу декларировать не нужно. Друзья, привет! С вами снова канал Forbes Казахстан. Меня зовут Виктор Бурдин, я журналист. Сегодня мы разбираемся в очень непростой теме, которая затронет всех казахстанцев в скором будущем, а кого-то она уже затронула. И сегодня у нас специалист, который, наверное, разбирается в этом вопросе одним из лучших в стране. Сегодня мы говорим про всеобщее декларирование, и у нас в гостях основатель группы компании «Учет» Максим Барышев. Приветствую, Максим! Доброго дня! Всеобщее декларирование в Казахстане запускается в три этапа. Казахстанцев поделили, условно говоря, на три группы, да? Первая группа — это чиновники и госслужащие, которых уже коснулось всеобщее декларирование, и они уже сдают налоговые отчетности с этого года, с 2023 года. Вторая группа — это руководители компаний и владельцы ИП, которые начнут сдавать свои налоговые декларации с 2024 года, и с 2025 года налоговые декларации будут сдавать все казахстанцы. Это коснется всех. Давайте мы с вами вот так вот по группам и пройдемся. Начнем, наверное, с тех, кого это коснется со следующего года. Это руководители и владельцы ИП. Смотрите, они начнут сдавать декларации в 2024 году, но я правильно понимаю, что сейчас им нужно уже какие-то подводить итоги и делать подсчеты за 2023 год. Так верно? Да, все правильно. В 2024 году с 1 января по 1 сентября начнется очень интересный этап. Это этап декларирования, всеобщего декларирования, где будут декларировать свое имущество индивидуальные предприниматели, их вторые половинки, то есть если это мужчина, это собственно женщины, если женщина индивидуальный предприниматель, ее официальный муж. Также это будут владельцы предприятий, ТО и так далее, и первые директора, то есть CEO, президент, директор предприятий и их супруги. Все они будут декларироваться с 1 января до 1 сентября следующего года, то есть 2024 года. Но что важно, эта декларация, она будет сдаваться за 2023 год, то есть по результатам деятельности и по результатам накопленного имущества за всю жизнь необходимо будет сдать входящую декларацию по форме 250. Это важная форма, где будет учитываться все имущество. Для чего это делается? Государством это делается для того, чтобы в итоге, когда в последующем будут производиться большие покупки, предприниматель, вот в настоящий момент, а с 2025 года и все остальные граждане Республики Казахстан, они смогли доказать происхождение своих денег. Для этого государство дает нам такую входящую декларацию, чтобы, по словам государства, полностью искоренить коррупцию в Казахстане. Что будет, если не сдать входящую декларацию? Во-первых, если вы после сдачи декларации, то есть после 2024 года, покупаете недвижимость, квартиру, допустим, и вы не можете доказать происхождение этих денег, то вы будете обязаны заплатить налог, индивидуальный подоходный налог, в государство со всей этой покупки, если вы не можете доказать происхождение денег. То есть, например, квартиру вы покупаете за 50 миллионов тенге, и если не можете доказать сумму, например, 40 миллионов тенге, то с 40 миллионов тенге вы будете платить индивидуальный подоходный налог в государство. Именно для этого нужно сдавать декларацию в самом начале. И сдавать ее нужно правильно. На что хочу прям сразу в начале нашей программы обратить особое внимание. Эта декларация, она сдается, да, в 2024 году, но готовиться к ней нужно уже сейчас, уже в настоящее время, и готовить документы, готовить полностью все, все описанное имущество. Но самое главное, это долги. Например, если вам кто-то должен денег, и он должен, ну просто на словах, например, заняли родственники, и заняли, ну, например, 10 миллионов тенге, большая сумма на текущий момент. На словах они вам отдадут, и когда-то они вам эти 10 миллионов отдадут. Но если вы их не укажете в декларации, то это, возможно, повлияет на налогообложение в будущем. То есть вы эту разницу можете заплатить в будущем. Что я рекомендую сделать уже в этом году? В этом году вот эту сумму указать в официальной расписке, которую необходимо заверить нотариально, чтобы дальше эту расписку уже указать в виде долгов в форме 250 входящей декларации. Это то, что нужно сделать прямо в этом году. Все остальное можно сделать в следующем году до начала сентября. И, соответственно, здесь уже у нас есть такое время на подготовку. О определенных нюансах, я думаю, сегодня в нашей программе мы и поговорим. А что даст, так сказать, вот это вот уведомление государства о том, что есть такой долг у вас? Это потом как-то минусует эту сумму, если выплата по долгу произойдет? Да, конечно. Если произойдет выплата по долгу, вы уже будете сдавать там другую форму, это 270. Это можно будет указать там. Но самое важное, если вы делаете большую покупку из тех денег, которые вам вернули, то у вас происхождение уже в настоящий момент, оно понятное. И вы говорите, да, у меня был долг, теперь у меня этого долга нету, мне его погасили, я купил квартиру. Все, у государства вопросов не возникает, соответственно, налогов не возникает. А есть какая-то вот градация по, так сказать, источникам происхождения финансов или имущества? На текущий момент нету. То есть это может быть имущество и за рубежом, и в том числе и не очень легально предупределенное имущество? На текущий момент это, можно сказать, такой этап легализации. То есть государство при приеме отчета в 250-й форме, это входящая декларация, государство у вас не будет спрашивать о происхождении вашего капитала, государство не будет спрашивать о происхождении вашей недвижимости за рубежом каких-то активов. То есть все полностью, что вы указываете сейчас во входящей декларации, государство не будет требовать подтверждения происхождения этого. Соответственно, я знаю вот у многих бизнесменов, которые работали всю свою жизнь, бизнесмены, у которых 30 лет в бизнесе, и действительно у них есть квартиры за рубежом, есть какие-то накопления здесь, в Казахстане, инвестиции. Но показать официально он сейчас боится, опасается этого. И я вот хочу с вашей программы заявить, что официально государство не будет спрашивать о происхождении этих активов. Но если после декларации вы не сможете доказать происхождение этих активов, то есть после декларации, активы вы не задекларировали, которые уже есть, а после декларации эти активы возникли, или вы продали эти активы, и у вас появились деньги, то с этих денег также индивидуальный подоходный налог необходимо будет заплатить государству. То есть государство, оно после этой декларации, оно говорит, все, мы вам шанс давали задекларировать, вот, вы не воспользовались, не указали, все заграничное имущество здесь, вы его продали, у вас появились деньги, пожалуйста, дайте налог. Вот так сейчас государство говорит нам, предпринимателям, а с следующего года это будут и все граждане республики Казахстана. Вы несколько раз упомянули форму номер 250, и вы назвали ее входящей декларацией. Я правильно понимаю, что она сдается один раз в жизни, и больше второй раз другого шанса ее сдать нет? Да. И в этой декларации мы указываем все, что есть у нас, в том числе и за рубежом. Да, это входящая декларация или первоначальная декларация по всеобщему декларированию. Почему она называется входящая? Потому что мы входим в это всеобщее декларирование, и потом последующее мы будем уже ежегодно сдавать, но уже другую форму. Первоначально нам нужно указать в этой форме 250 все имущество, стоимость которого превышает 1 000 МРП. Это могут быть какие-то часы, сумочки, это могут быть животные, которые вы, допустим, захотите продать. Это может быть все, что угодно. Насколько я знаю, что сейчас в этих декларациях, в этой входящей декларации люди хотят даже задекларировать какие-то старинные вещи, которые пришли по наследству. И здесь есть определенный нюанс. Чтобы декларировать иное имущество, как вот написано в этой декларации, его необходимо оценивать. То есть должны быть специальные оценщики. Оценочная деятельность у нас лицензируемая. Здесь должны быть лицензии у оценщиков. И эти оценщики должны оценить, дать акт оценки, которую вы уже дальше по этому акту оценки и вставляете суммы каждого предмета, который у вас имеется. Пример. Если у вас есть коллекция каких-то часов, но эта коллекция 10 часов, и каждый из этих часов стоит, допустим, 100 тысяч тенге. Каждая единица меньше 1000 мрп, это указывать не нужно, потому что каждые часы они условно стоят 100 тысяч. Его можно не указывать. Здесь, внимание, нужно найти хорошего, грамотного оценщика, который может оценить, который имеет опыт по оценке этих вещей. Здесь очень важно иметь оценщика, например, если у вас есть определенные картины, если у вас есть музейные вещи, то есть тоже знаю таких предпринимателей, которые занимаются коллекционированием картин. Если это картины музейные, если они действительно дорогие или которые покупались с аукциона, здесь необходимо при выборе оценщиков выбирать тех оценщиков, которые уже имеют опыт работы с такими экземплярами. То есть это оценщики, которые аккредитованы в музеях, это оценщики, которые аккредитованы в других организациях, которые уже проводили оценку, и это оценщики, которые могут провести оценку ваших вещей, которые могут быть. Если у вас не коллекционные вещи, то можете обращаться к любым оценщикам, которые имеют опыт оценки этих вещей. Также обязательно наличие лицензии у этих оценщиков. На это тоже обратите особое внимание. То есть сейчас в декларацию вносятся движимое и недвижимое имущество, которое стоит дороже с 1000 мрп. Да, насчет движимого и недвижимого имущества. Все, что есть в базах государства, декларировать не нужно, потому что это будет автоматическое предзаполнение декларации. То есть, грубо говоря, владельцы квартиры, машин могут ничего этого не вносить? Да, то, что есть в государственных базах. Это значит квартиры, автомобили, деньги на расчетных счетах, карточных счетах или депозитах. Это можно не декларировать. Это уже государство про нас знает. Но важно декларировать наличные деньги. Если у вас наличные деньги в размере более 10 тысяч мрп, то есть это 34,5 миллиона тенге, соответственно, вы можете указать максимальную сумму 34,5 миллиона тенге. Все, что выше этой суммы, вам необходимо положить в банк на депозит или на карточный счет. Без разницы как. И эти деньги, чтобы лежали в банке. Максимальную сумму наличных, которые можно указать на текущий момент, это 34,5 миллиона тенге. Больше, к сожалению, нельзя. Таков закон. То есть получается, что казахстанец теперь, ну, с нового года это руководитель, а через год все казахстанцы не могут иметь на руках кэша больше, чем 34. На руках они иметь могут, но задекларировать они могут не больше 34,5 миллиона тенге. И если это супруг и супруга вдвоем, то, соответственно, по такой сумме на каждого человека. Вот здесь вот тоже есть вот этот нюанс. Но если кэша больше, то нужно уже нести в банк в любом случае. Иначе это уже будет незаконно держать на руках такие безналичные деньги. Еще раз. Держать законно, но декларировать нужно максимальную сумму 34,5 миллиона тенге. Опять же хочу вот этот нюанс прояснить. Если у вас денег, допустим, 100 миллионов тенге на человека, вы задекларировать можете только 34,5 миллиона тенге. У вас остается разница. И, допустим, вы за 100 миллионов тенге наличными купили автомобиль. Тогда государство спросит. Вы купили автомобиль стоимостью 100 миллионов. У вас в наличных было 34,5 миллиона. Откуда взялась остальная сумма? И если вы доказать не сможете, ну, то есть, например, что-то продали или еще что-то, то тогда государство скажет индивидуальный подоходный налог оплатите с разницы недостающие суммы, которые вы не могли показать. Вот именно для этого сейчас делается входящая декларация, где нужно показать максимально все возможное имущество, чтобы потом у государства не было вопросов. То есть иметь сверхлимита легально, но придется заплатить налог. При покупке. При покупке. Да, при покупке. Если деньги лежат, просто тратятся, на большие покупки не тратятся, то это вполне возможный такой лайфхак для вас. Вот, лежит кэш под матрасом. В сейфовой ячейке. Или в сейфовой ячейке, да. И эти деньги тратятся. Вот, то без проблем. Максимально записали, что 3-4,5 миллиона тенге есть. Но если вот большая покупка у вас произошла, то, соответственно, разницу индивидуальный подоходный налог государство попросит заплатить. И здесь выбор каждого человека индивидуально, указывать ли это в входящей декларации или потом заплатить индивидуальный подоходный налог с разницей в момент покупки. Еще про декларацию 250. Я правильно понимаю, что туда объекты владения только вносятся, но никаких налогов с них не уплачивается в первый год? Да, сейчас это все объекты владения только вносятся. Причем объекты владения как внутри Казахстана, так и за рубежом. Если у казахстанцев есть объекты владения, то есть, например, квартиры, земельные участки, недвижимое, движимое имущество за пределами Республики Казахстан, это тоже необходимо указать в форме 250. Там есть определенные ячейки, куда необходимо записать порядковый номер, который выдал государственный орган при регистрации этого, скажем, автотранспортного средства, земельного участка, недвижимости и так далее. И цену, которая сформировалась на этот объект. Здесь тоже есть определенные нюансы. Если у вас супруг и супруга получается, и задают вопрос, а если у нас оформлено на двоих, как оформлять, скажем, квартиру в Дубае? Вот недавно у меня спрашивали вопрос. Квартира в Дубае на двоих оформлена, и они прямо в договоре указаны вдвоем. Тут необходимо смотреть на акт выданный, который выдает правительство той страны, где зарегистрирована эта квартира. Обычно квартира регистрируется на одного человека, и владельцем является один человек, который указан в акте. Соответственно, нужно, если человек указан предприниматель, то, соответственно, нужно, отчет сдает именно сам предприниматель за этот объект недвижимости за границей. Супруга не сдает за этот объект недвижимости, хотя по договору они вдвоем являются собственниками. То есть важно, то есть тот, кто указан в правоустанавливающем документе. Примерно то же самое с другим имуществом. Это яхты, автомобили, за границей это у кого есть. Это уже такой верхний уровень наших казахстанцев. Хорошо. Ну вот, допустим, в Казахстане можно указать двух владельцев недвижимости, например. Если есть примеры стран, где два владельца указаны, тогда как быть? Тогда долевую собственность и указывать, если там есть два владельца, то, соответственно, владелец номер один, владелец номер два. Соответственно, вы указываете. Также вы указываете долевую собственность. То есть получается, что если есть недвижимость или автомобиль, зарегистрированный в Казахстане, это указывать декларации во входящей не нужно. Но если это есть за рубежом, тогда это уже нужно указывать декларацию. Все именно так. Что касается ценных бумаг, это тоже огромный пласт вопросов, потому что брокерские счета есть как в Казахстане, также есть зарубежные счета. Вот тут как с ними быть? Их тоже нужно декларировать? Да, их нужно будет декларировать. И декларировать каким образом? По состоянию на 31 декабря 2023 года. Почему? Потому что ценные бумаги, я знаю, что они имеют волатильность, где-то дорожают, где-то дешевеют. Соответственно, декларация будет по состоянию именно на 31 декабря 2023 года по тем ценам, которые есть. Ценные бумаги также декларированию подлежат биткоины, криптовалюты и так далее. Их тоже необходимо будет задекларировать. Опять же, декларировать это обязательно. Если не задекларируете, но у вас появится большая сумма и вы совершите какую-то покупку, сверху той суммы, которую вы не сможете доказать нашим налоговым органам, вы оплатите просто индивидуальный подоходный налог. Вот смотрите, вот, допустим, ценная бумага, если мы ее задекларировали на 31 декабря, условно она стоила, допустим, 100 долларов. И вдруг она резко выстрелила в течение, допустим, года и стала стоить 1000 долларов. И я могу спокойно показать, что если я ее продам, например, и она выросла в цене в 10 раз, в любом случае мне не нужно будет оплачивать разницу и налог с нее. Здесь тоже насчет нашего налогообложения тоже имейте в виду. У нас есть в налогообложении Республики Казахстан по ценным бумагам. Есть один нюанс, которого нигде в мире нет. У нас налогом облагается прирост стоимости ценной бумаги, но без учета отрицательных ценных бумаг. То есть у вас, допустим, две ценные бумаги. Одна выросла, вторая обесценилась. И, соответственно, вы по закону текущему Республики Казахстан платите налог только с той, которая выросла. Вы не считаете за счет того, которая обесценилась. Это такая коллизия, которая есть только у нас в стране. Мы сейчас с этим боремся. Мы уже и депутаты выступали, и пытаемся внести изменения в налоговое законодательство, чтобы при формировании налогов за ценные бумаги учитывались также отрицательные сделки, где мы, как владельцы ценных бумаг, как инвесторы, мы потеряли. Поэтому сейчас у нас пока налогоблагаются только прибыльные сделки без учета отрицательных сделок. А во всем цивилизованном мире это вот на общую корзину, да? Конечно. Это же налогобложение? Да. Во многих странах вообще налогобложение игры на бирже, так скажем, оно отсутствует. То есть не налогоблагается никак. Ноль. Для чего это делается? Это делается для развития бирж, для развития ценных бумаг. Потому что ценные бумаги – это развитие предприятия. То есть когда вкладывает инвестор в предприятие свои деньги, он ожидает, что предприятие будет расти. И он, получается, покупает, когда акции, он покупает часть этого предприятия растущего. У нас же получается, что игра на ценных бумагах, правительство считает это как казино, то есть получилось, не получилось. И начинает налогоблагать вот эту систему инвестирования в ценные бумаги. Поэтому здесь, я думаю, что Казахстану необходимо применить мировой опыт и, возможно, даже отменить налогобложение инвестирования в ценные бумаги, которые, по крайней мере, находятся на листинге у нас здесь, на наших двух казахстанских биржах. И это, я думаю, должно способствовать развитию доверия к ценным бумагам и развитию инвестирования. Сейчас, в настоящий момент, люди инвестируют свободные деньги, если есть, они инвестируют в основном в депозит банка. Здесь уже тоже это, получается, искажение такой рыночной структуры инвестирования. И депозит банка сейчас становится как единственным возможным средством инвестирования. Хотя во всем мире рынок ценных бумаг, он довольно хорошо развивается. И люди, вот про пенсионную систему тоже, если проговорить, люди на пенсию откладывают не только в пенсионные фонды, но и со своей заработной платы они покупают акции определенных компаний. Или вот, например, если они работают в больших компаниях, они покупают акции своей компании, где они работают. И дальше, выходя на пенсию, они уже получают заработок с этих акций или же продают акции и уже... Снимают яхту и путешествуют по всему миру. А у нас, получается, если человек продаст акции, которые он купил, он должен заплатить налог. На мой взгляд, это несправедливо. Ну, это даже напоминает в какой-то степени двойное налогоплажение, потому что, если мы инвестируем в компанию, она успешная, то она уже платит налоги, да? А получается, а мы как владельцы этой компании, со-владельцы этой компании, акционеры, мы тоже платим налоги. Вы говорили, что имущество зарегистрировано в Казахстане, недвижимость, машины можно не декларировать, а ценные бумаги зарегистрированы в Казахстане. Нужно декларировать? Да, декларировать нужно. Здесь получается, что и в Казахстане, и ценные бумаги, которые за пределами республики Казахстан, необходимо будет декларировать. По депозитам и счетам в банках понятно. Это касается в том числе и валютных счетов? Да, все счета в банках, которые есть, здесь будет система такая, банки будут отчеты сдавать за вас. То есть у банков есть список, реестр, который привязан к вашему ИИНу, и все накопления, которые есть на текущий момент, по состоянию 31 декабря, банки самостоятельно должны будут передать в комитет госдоходов, соответственно, в министерство финансов. И здесь банки уже отчитываются за вас. Максим, я правильно понимаю, что сейчас то, что вы рассказываете, это, собственно, касается всех казахстанцев, просто руководителей и владельцев ИП это коснется уже сейчас, можно сказать. Им надо было все, что вы говорите, нужно было эту работу проделывать в течение 2023 года. Всем казахстанцам нужно готовиться и в течение 2024 года все, так сказать, бабки свои подводить. Да, вот сейчас, опять же, хочу акцентировать внимание, что до конца 2023 года необходимо официально, нотариально заверить только долги, которые вам есть. А всем остальным казахстанцам до конца 2024 года? Это сейчас нужно сделать для предпринимателей. Всем остальным казахстанцам можно это сделать до конца 2024 года. И предпринимателям подбивать уже сейчас все свое имущество, которое есть, можно начать с 1 января. То есть не торопиться куда-то там за справками, не спешить. В течение срока с 1 января до 1 сентября можно подготовить все документы на заграничную недвижимость или какое-то имущество. Можно провести уже оценку имущества, которое есть. Это можно уже сделать с 1 января, но это имущество будет указано в оценке, что по состоянию на 31 декабря. Вот, соответственно, здесь уже оценочная компания так и будет проводить оценку. Тех, кого коснулся первый этап декларирования, это чиновники и госслужащие. Там назывались цифры, что это около 800 тысяч казахстанцев, это сами чиновники плюс их семьи. Есть данные, какого количества казахстанцев коснется второй этап декларирования? На текущий момент это 2 миллиона зарегистрированных ТОИП, ну то есть юридических лиц 2 миллиона. Соответственно, умножаем на 2, это 4 миллиона граждан, которые должны будут сдать. То есть это входящую декларацию сдают руководители, сдают сами владельцы предпринимателей, и руководители их супруги, предприниматели их супруги, и индивидуальные предприниматели их супруги. Руководители, в том числе, нанятые сотрудники, верно? Нанятые сотрудники, да. Если вы нанятый руководитель и тот, который не владелец, ну СЕО нанятый, вы тоже и ваша супруга тоже должна сдать этот отчет 250-й формы. Супруг и супруга, даже если супруг или супруга не являются владельцами, они сдают отдельную декларацию? Да. Каждый супруг сдает отдельную декларацию? Да, супруг сдает свою декларацию, супруга сдает свою декларацию. А сумочку нужно оценивать? Да, конечно. Тоже нужно? Да, это иное имущество, оно указывается в декларации только при марте оценки. И эту сумочку указывает в декларации один из супругов, которому она принадлежит, а второй не указывает? Да, второй не указывает. Что касается объемов деятельности ИП, например, нет никаких ограничений? Даже если это ИП приносит в месяц 50 тысяч тенге, ему все равно нужно декларироваться? Даже если ИП вообще не работает, но оно существует, то также необходимо сдавать форму 250 по всеобщему декларированию. Даже если ни одного фискального чека не пробивается, даже если ИП не платит никаких налогов, но он зарегистрирован как ИП, необходимо сдавать уже в следующем году входящую декларацию по всеобщему декларированию. Так что имейте в виду, если вы когда-то давным-давно зарегистрировали на себя ИП или предприятие, которое действующее, или даже оно может быть бездействующее, но не закрытое, тоже обязательно нужно проверить. Соответственно, вам необходимо будет сдавать вот эту вот форму входящую по 250 форму по всеобщему декларированию. Если мы сейчас говорим про владельцев компаний и руководителей, вы сказали, что до 31 декабря нужно подготовить документы по долгам. Но если, например, ИП зарегистрировалось в январе 2024 года, тогда он будет сдавать всеобщее декларирование в 2025 году, так же, как и все граждане. То есть у него как бы есть такой перенос на год, и ему нужно будет по долгам подготовиться к 31 декабря 2024 года. Да, все верно. Давайте поговорим теперь про всех казахстанцев. Давайте. Что вы рекомендуете им начать делать уже, скажем так, с 1 января? Всем казахстанцам рекомендую посмотреть, что из имущества может стоить дороже, чем 1000 МРП, со следующего года МРП поменяется, оно вырастет, конечно же. Вот. И здесь необходимо посмотреть, что стоит выше 1000 МРП, что вы можете продать для того, чтобы, скажем, сделать какую-то большую покупку. Вот. Это могут быть лошади, коровы, то есть каждая единица которых может стоить дороже 1000 МРП. Здесь обязательно их рекомендую задекларировать. А также коровы, которые, может быть, стоят дороже. Вот. Соответственно, тоже их нужно декларировать. Если у вас, скажем, стадо овец, стоимость которых, скажем, 50 тысяч тенге, его декларировать не нужно. То есть каждую овцу декларировать не нужно. Но коров, коней, каких-то, если есть дорогие попугаи, если есть какие-то, ну, такие редкие животные, которые вы тоже думаете впоследствии продать, то их тоже необходимо задекларировать. Но если человек планирует и далее владеть, например, той же самой дорогой сумочкой или будет жить с этим попугаем до скончания его дней, тут можно уже, как бы, взвешивая все за и против плюсы-минусы и взвешивая все риски, можно, как бы, и не вносить в декларацию. Тут есть определенный нюанс, о котором другие не говорят. Вот я расскажу. Есть нюанс следующего характера. И когда человек вступает в наследство, он получает также в наследство вот эти дорогие вещи. И, допустим, человек, получая в наследство дорогую вещь, захочет ее продать. А у его родителя она не была каким-либо образом задекларирована. Соответственно, при продаже этой дорогой вещи человек, вступивший в наследство, также получит требование от налоговых органов оплатить индивидуальный подоходный налог с продажи. Потому что при наследовании это имущество не было указано в декларации. Здесь тоже нужно иметь в виду вот этот нюанс для уже, ну, для возможных потомков. И здесь, вот сейчас уже обсуждаем, есть старинные юрты, есть старинные двери в юрты, которым сейчас 200-300 лет. И вот эти двери, по сути, они, возможно, не представляют ценности на текущий момент. Но если их отмыть, очистить, то двери юрты или сами юрты, которым там больше 100 лет, это потенциально может быть музейной ценностью. И за сколько ее можно будет продать через 20-30-50 лет, это пока неизвестно. Но я думаю, что уже в настоящий момент просто обычные двери от юрты, которым больше 100 лет, они уже точно могут стоить дороже, чем 1 тысяча МРП уже в настоящий момент. Также обратите внимание, если у вас есть книги. У нас все-таки казахстанцы, это очень читающие люди. У нас, вот у меня, например, большая библиотека. И есть у меня в библиотеке книги, которым также больше 100 лет. И вот обратите внимание на эти книги. Возможно, при оценке эти книги будут дорого оценены. Возможно, это будет больше 1000 МРП, и эти книги вы захотите, может быть, не вы, а может быть, эти книги захотят продать ваши дети. И тогда нужно уже задекларировать сейчас эти старинные книги, потому что книги – это такая ценность, которая с каждым годом все-таки будет расти. Это как швейцарские часы, их ценность постоянно растет, так же и с книгами. Книги, которые напечатаны 100 лет назад, особенно если они напечатаны в Казахской СССР, таких книг, я скажу, их, во-первых, печатали небольшими тиражами, небольшим количеством экземпляров, и есть хорошие, большие ценители этих книг, которые хотят иметь эти книги у себя в коллекции. Так что имейте в виду, посмотрите у себя в библиотеке. Возможно, вам ваш дедушка с бабушкой когда-то передали хорошую библиотеку, в которой есть такие книги. То есть я правильно понимаю, что если даже вещь не стоит 1000 МРП, но близка к ней, и все равно лучше ее занести? И как вообще с такими вещами? Допустим, она совсем не дал оценщик мне 1000 МРП, она дал 900 МРП, но я знаю, что через год она подорожает, и потом вдруг она в декларации у меня вылезет, и ко мне могут возникнуть вопросы, правильно? Ну, в декларацию сейчас, в настоящий момент, ее вносить не получится, потому что ценность ее меньше 1000 МРП. Но нужно иметь в виду, что такие книги у вас есть, или такие экземпляры у вас есть, которые потенциально будут расти в цене. Мы будем сдавать декларации ежегодно? Ну, уже по другой форме. Входящую декларацию мы сдаем один раз, все, один раз в жизни ее сдали, зафиксировали все свое имущество. Ну, если кто-то, скажем, хочет, как сказать, почиститься, вот, соответственно, все, это уже сдает 250-ю форму, указывая все свое имущество. Почиститься имею в виду как? Потому что у налоговых органов не будет вопросов к происхождению этих вещей. Все, не будет. Соответственно, дальше 250-ю форму уже больше не сдаем. Потом мы уже сдаем 270-ю форму, уже мы будем ее сдавать ежегодно. И там, вот, допустим, в 270-й форме исчезнут некоторые вещи. Это ничего страшного для налогового органа? Тут ситуация такая, вы можете эти вещи продать. Самый большой нюанс, то, что сейчас вы указать можете много-много-много вещей, наличных денег. Я так понимаю, желательно сделать это. Желательно сделать, да. Желательно максимально туда все внести. Да, да. Почему? Потому что если вы их продали и купили большой объект недвижимости или автомобиль дорогой, вы можете происхождение этих денег уже указать, потому что вы скажете, вот, я продал эти свои вещи, заработал, кредит взял, вот, пожалуйста, машину. Машину купил. Если вы эту машину купили просто, а происхождение денег у вас неизвестное, то есть декларацию там нулевку сдали, то все, индивидуальный подоходный налог с всей стоимости покупки вы должны будете оплатить в государство. Если человек посмотрит и скажет, вот, у меня эта машина, я ее в 90-х годах продал, она здесь у меня как имущество, вот, здесь тоже есть определенный нюанс, потому что бывают такие случаи, в 90-х годах продал по доверенности, она до сих пор числится на этом человеке, тогда необходимо прийти с заявлением в налоговый орган о том, что этого имущества у вас нету, вот, и там уже попросить разобраться, скорректировать базу. Здесь тоже очень-очень важный нюанс. Если у вас этого имущества нету, автомобиля, например, и вы не знаете, где это имущество, вы продали этот автомобиль по доверенности. В чем здесь может быть нюанс? Если вы, когда декларацию сдали, а указали несуществующий автомобиль, который вы продали, то следующим шагом вы должны будете за этот автомобиль оплатить налоги. И бывает такое, что автомобиля у вас давным-давно нету, а КГД вам постоянно присылает счет для оплаты налогов. Вот здесь, чтобы уже итогово подвести черту и сказать, что нет этого автомобиля, здесь необходимо в этой декларации тоже указать, что этого автомобиля нету, или же разобраться с налоговыми органами, разобраться с базами, чтобы убрать несуществующее имущество у вас из этой базы. Смотрите, вот допустим, я внес в декларацию максимум своего имущества, чем я владею. Через год я сдаю повторную декларацию, и у меня там есть определенное движение. Что-то исчезло, что-то добавилось. Какие могут возникнуть вопросы налогового комитета ко мне? В связи с появлением чего-то или с исключением чего-то? Вопросы могут возникнуть только в момент дорогой покупки. Только в этот момент могут возникнуть вопросы. Если вы покупаете дорогую покупку, но у вас недостаточно было средств изначально, то вы должны будете оплатить индивидуальный подоходный налог. Соответственно, все. Вот эта входящая декларация, она спасет вас от последующей оплаты индивидуального подоходного налога, если вы не сможете доказать эту сумму. И такой, знаете, я бы сказал, пласт вопросов, и он, наверное, тоже будет касаться всех. И очень многие спрашивают, интересуются. Это переводы по картам. В частности, наши любимые Каспии, на которые постоянно всем капают деньги по разным вещам, от родственников, возвращение долгов. Что с этими переводами? Их тоже нужно как-то декларировать, учитывать или нет? Переводы по картам. Их декларировать не нужно. Вот. Хочу тоже акцентировать внимание про количество переводов. Если вы получаете более 100 переводов в месяц от разных людей, даже на небольшую сумму, там 100 тенге, но 100 переводов от разных людей в течение трех месяцев подряд, то эти действия налоговики воспринимают как предпринимательское деятельство. Вот. Соответственно, здесь вам нужно иметь в виду, что в таких случаях вам необходимо будет, ну, если вас вызовут в департамент госдоходов, вам необходимо будет давать пояснение. Ну, например, есть такие люди, которые собирают деньги на лечение ребенка. Там это неконтролируемые подходы, там могут быть разные, совершенно разные суммы, и действительно больше 100 людей в месяц. Здесь, если вы собираете на лечение ребенка, дай бог всем здоровья, то здесь необходимо, если вызовут, уже дать подтверждение, там какие-то справки и все. Здесь вопросов нет. Но если вы не сможете вот эти вот доходы как-то показать, доказать, вот, то, соответственно, здесь вас попросят зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Но это уже будет со следующего года. Давайте поговорим про технические моменты. Каким образом вообще сдается декларация 250-270? То есть технически, вот человеку где ее найти, нужно ли это делать самому, можно ли это делать самому, или нужно обращаться к консультантам? Тут поподробнее, пожалуйста. По 250-й форме. Это ваши личные данные, личные персональные данные. Здесь необходимо подходить максимально защищенно. То есть я рекомендую сдавать это самостоятельно через официальные сайты государственных органов или же на бумажных носителях. И на бумажные носители и в электронной форме можно сдать до 1 сентября. Я рекомендую в электронной форме через, соответственно, через ЭЦП, через подтверждение лица. На каких сервисах? Это, ну, я думаю, что здесь сейчас будет разработано несколько сервисов по подаче формы отчетности. Но это будет и через ЕГОВ, и через кабинет налогоплательщика. И, возможно, будут принимать там некоторые банки, в том числе Халы, Каспи, через свои приложения. Вот я думаю, что здесь уже будут такие наработки. И сдавать нужно будет именно за себя. Также мы сейчас делаем все возможное, чтобы научить каждого бухгалтера сдавать такие отчеты за своего руководителя. Руководителя и учредителей. То есть, если в компании 10 учредителей и эти 10 учредителей, скажем, в браке, то это нужно будет сдать 20 деклараций. Да, имейте в виду, здесь вот именно так. И хочу научить бухгалтеров, всех бухгалтеров Казахстана, чтобы они могли сдавать эти декларации за своих руководителей и учредителей. Но хочу также акцентировать внимание, что декларация 250 это декларация физического лица. То есть, это вне работы бухгалтера. Соответственно, хочу попросить каждого учредителя, каждого директора бухгалтеру дополнительно оплачивать за сдачу этой декларации. Самому ее реально заполнить? Да. Скажем так, если мы возьмем кейс, когда у человека не так много имущества, нет дорогих ценностей, в основном недвижимость, может быть, автомобиль, который уже и так внесен в реестр банковские счета, сколько может по времени занять заполняем декларации? Минимально? Я смотрел не более 10 минут. Правда? Да. 10 минут? То есть, одна декларация, если у него ничего нет, эта декларация сдается в течение 10 минут, включая подписание ключами и так далее. Мы это делали на основании тех деклараций, которые сейчас уже сдают государственные слушащие. Ту же самую форму они уже сдают, и в основном государственные служащие 95-97% они сдают пустографики так называемые. То есть, они говорят, ну все, что в базе есть, у меня ничего нет. То есть, у нас служащие такие чистые, белые, пушистые, и у них все официально уже очень давно, да? Вот поэтому... Или они делают вид, что они такие? Поэтому делают декларирование всего Казахстана, даже пенсионеров, всех-всех-всех, чтобы уже отследить все имущество, которое есть у казахстанцев на текущий момент, чтобы государство уже посчитало, и, соответственно, уже дальше, я думаю, после 25-го года, мы вступим уже в новый этап, где уже все казахстанцы будут открыты, все будут уже посчитаны, а те покупки дорогие, которые будут внезапно происходить, за эти покупки будет уже оплачиваться индивидуальный подоходный налог в государство. Здесь, кстати, вот тоже по госслужащим есть разные подозрения, но госслужащие не имеют права заниматься бизнесом, насколько мне известно. Они могут быть владельцем компании, но не имеют права заниматься бизнесом. И тут, если владелец, госслужащий владелец компании, и он уже один раз сдал 250-ю форму, все, второй раз ему не нужно будет сдавать 250-ю форму, как владелец бизнеса. Что касается, вот, например, мы возьмем человека, достаточно преклонных лет, пожилого человека, или человека, который на вы с технологиями, и, например, проживает на селе, занимается сельским хозяйством и так далее. Ну, сложно ему скачать приложение и что-то там в нем разбираться, да, или на компьютере. Есть альтернатива бумажного варианта? Да, конечно. Есть альтернатива бумажного варианта. Также в цонах будут находиться помощники, которые бесплатно будут помогать заполнять бумажный вариант 250-й формы. Это уже обсуждается, и в ближайшее время эти помощники должны поизвиться уже в цонах для того, чтобы тем людям, которые самостоятельно не могут заполнить, чтобы им помогать сдавать. Также есть люди, ну, например, владельцы предприятия, но с определенной инвалидностью и так далее. То есть здесь также будут волонтеры, которые будут посещать дома таких людей для того, чтобы помогать им сдавать эту декларацию. Ну, в основном это будут декларации именно пустогравки, без указания каких-то таких вещей, дорогих часов и так далее. То есть в основном это так. А есть какие-то вообще исключения во всеобщем декларировании, имея в виду по категориям граждан, по возрасту, по социальному статусу, по иным каким-то вещам, кому не нужно точно сдавать декларацию? Есть такие люди? До 18-летия. до 18-летия, до получения удостоверения, они не сдают эту декларацию. Но уже потом, при достижении совершеннолетия, они уже сдают входящую декларацию. То есть можно какое-нибудь бриллиантовое кольцо по сути отдать своему ребенку и сказать, это он владел им. И в 18 лет он его декларирует на себя. Можно и так. Вот, кстати, лайфхак уже придумали. Оценит и, собственно, дальше уже во входящей своей декларации уже покажет. Ой, что-то не хочется переходить в рубрику «Вредные советы». Мы же все-таки с вами за интересы государства. Вы, как эксперт и как участник этого процесса, вы довольны, как оно запустилось, на каких условиях оно запустилось, как это сейчас уже начало протекать? В настоящий момент у меня больше вопросов, чем ответов. Правда? Конечно. Ну вот, например, кто будет дополнительно зарабатывать на этом? Ну, первое, это, конечно же, нотариусы. К нотариусам сейчас выстроится, скорее всего, очередь из должников вместе, чтобы подписать договор, нотариально заверить его. То есть, это определенная сумма. Это тоже бизнес, но это тот, кто будет зарабатывать. Следующий, кто будет хорошо зарабатывать, это будут оценщики. Потому что небольшого количества предпринимателей Казахстана все-таки есть определенные вещи, которые им необходимо задекларировать. Здесь тоже оценщики, большой пласт работ. Я не знаю, хватит ли оценщиков на всех, потому что есть все-таки палата оценщиков, например, там, думаю, не такое большое количество оценщиков, которые есть. И сосредоточенные все-таки оценщики это Алмата, Астана, где-то в регионах, например, там уже оценщик должен будет выехать. в этот регион. И, соответственно, здесь уже необходимо будет проработать с местными. То есть, например, оценщик туда уехал в командировку и месяц-два он оценивает все имущества, которые хотят задекларировать те люди. Это уже начнется после 1 января, оценщики поедут в регионы. И здесь вот эти нюансы тоже для меня довольно-таки странные. как всеобщее декларирование должно было учесть вот эти нюансы, которые есть. Также здесь вопрос по всеобщему декларированию это доступность информации. Насколько мне известно, в настоящий момент эта декларация сдается на сервера комитета госдоходов. Да, это защищенные сервера, но все-таки у кого-то будет доступ к моим данным, которые я сдаю в виде декларации. И у меня вопрос, как именно этот человек, который имеет доступ к моим данным, как он будет нести ответственность за разглашение этих моих данных. Да, я доверился, да, я сказал, что у меня это есть, но у меня есть вот такое сомнение, что все сотрудники, которые имеют доступ к моим данным, они будут хранить честность и никому дальше об этом не расскажут. Вот у меня есть такие сомнения. И пока мне никто не смог рассказать доступно, по какой статье уголовного кодекса в случае разглашения моих данных будет нести ответственность тот сотрудник. Пока этого нет. То есть это большой подвешенный вопрос по сохранности моих данных, моих персональных данных. По сути, здесь уже вот тоже нужно будет проработать этот вопрос с государственными органами. И после нашего интервью, я думаю, здесь эти вопросы, они появятся уже и в Министерстве внутренних дел, и в прокуратуре. И этот вопрос будет уже дополнительно прорабатываться. Максим, спасибо вам огромное. Это был один из самых информативных и полезных выпусков на нашем канале. Спасибо вам за вашу экспертизу. Я думаю, что у наших зрителей еще есть вопросы и появятся в будущем. Поэтому, если вы что-то хотите спросить у Максима или у других специалистов, вы можете написать свой вопрос в комментарии к этому выпуску. С вами был Forbes Казахстан. Не забудьте поставить лайк этому видео, особенно если вы нашли ответы на свои вопросы. Не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео от нашего канала. Всего доброго. Спасибо вам. Всем удачи, всем пока, успешного бизнеса. Спасибо, Виктор. Спасибо большое. Спасибо.